всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сейчас я высаживаю вот эти редкие коллекционные томаты и я покажу что я буду добавлять им в лунку и почему потому что перед этим не так давно неделю назад я снимала видео я говорила что я осенью грунт весь приготовила никаких добавок делать я не буду но это было был разговор о тех теплицах где мои там с моих семян сибирские сорта и про томатное поле на котором тоже я не сильно ну как сказать не очень щепетильно за ними ухаживаю потому что я знаю они и так выживут вырастут но есть такие томаты которым я в этом году буду относиться очень трепетно очень щепетильно я говорила что вот в этой новой теплице вот в уральской легенде у меня будут только редкие коллекционные сорта и все вот эти вот огромнейшие томаты которые стоят они просто стоят ждут своей очереди в открытый грунт а сюда я высаживаю вот таких вот небольших видите какая разница вот это мой индийское мясо посеянный а это вот козула потому что вот эти семена ко мне пришли очень поздно из латвии приехали в марте я их высевала в более поздние сроки и они видите они даже еще немножко и не достигли той стадии которую нужно было бы но я сейчас их буду высаживать потому что в открытом грунте они быстрее догонят всех остальных и буду обязательно добавлять им удобрение какое сейчас расскажу и почему ну во первых этим томатом у меня здесь будут созданы особые условия я буду и при посадке комплексное удобрение добавлять про удобрение расскажу позже я буду их на ранних сроках и обрабатывать от всевозможных болезней я вот уже купила профит голд который на ранних сроках обработка она и плодам не повредит и хотя бы выработает у них иммунитет зачем я все это буду делать повышенное внимание к ним ну во первых это все сорта которые мне прислали из разных стран ну вот это вот например из латвии есть из германии есть из белоруссии но короче всякие всякие разные есть вообще которые я купила на сайте у частных коллекционеров я не знаю вообще откуда они у них ну короче эти все сорта не приспособленные к нашим условиям то есть они новички ясно что наверное климат в латвии и у нас немного разный другой и возможно что эти я не знаю я не скажу я ничего про них не знаю но возможно я предполагаю что эти растения более нежные более восприимчивые к заболеваниям более такие может быть капризные может быть требует повышенного ухода потом то конечно на будущий год когда я соберу свои семена с них я уже буду обращаться с ними как с нашими же вот у меня делишес например с того года там еще какой-то иностранный сорт один год я его вырастила теперь он у меня наравне со всеми и также рассада прет хорошо и все я знаю уже что с его стороны не надо опасаться вот этих капризулек всяких а вот это козула например во первых я не знаю что от нее ожидать во вторых она поздно посеянная мне нужно чтобы она сейчас дала быстрый ревок рывок и во вторых конечно у меня этих семян очень мало эти семена я хочу развести и мне вот каждый сеянец дорог там вот ну вот я уже говорила что зрительница это соло просто в дар мне прислала с латвии тому у их у местных коллекционеров купила и естественно что мне нужно чтобы каждый сеянец вырос в крепкий хороший куст и дал мне урожай и поэтому все меры предосторожности я буду принимать ой извините я сидела на дрену она показалась неустойчивым так встаем снова теперь про удобрение чтобы много чего сюда не намешивать и вот это новичкам хочу дать совет можно сразу выбрать удобрение в котором есть все предыдущем ролике я говорила что главное нам нужно нпк азот фосфор калий потом всякие добавки там мор вор магний можно до опрыскиванием подкормками добавить но чтобы потом мне время не терять я взяла сразу вот это вот у новик универсал и сейчас расскажу почему потому что тут сразу есть неудобно на пачке как зажим такой вот читаем состав сразу азот фосфор и калий как и надо весной в одинаковых вот азот 7 фосфор 7 и калий 7 в одинаковых процентах но еще есть магний еще есть микроэлементы бор медь что-то а железо марганец по моему а и марганец наверно да и еще полезные бактерии добавлены и гуминовые соединения прочитав этот состав мы понимаем что посыпав вот сюда по норме вот этого удобрения растения мои вот эти которые мне нужно сохранить не только сохранить нужно чтобы они были здоровые чтобы они дали мне потомство хорошие семена они получат все здесь вот на начальном этапе все что нужно но тут кто будет любое удобрение покупать тут всегда инструкции я действую строго по инструкции не больше не меньше не кладу и все не обязательно например это должно быть это удобрение если вы решите высаживать томаты но также как и баклажаны перцы но перед этим осенью вы в грунт ничего не добавляли лучше всего конечно взять удобрение которое уже в комплексе уже все там сбалансировано и собрана особенно для новичков чтобы вам ну как не соображать самим из каких например там удобрений составлять чего поскольку добавлять вот здесь все уже за собрано и витамины и микроэлементы и еще вот эти гуминовые кислоты и бактерии я считаю что добавив вот это все я своим козулочком ну подготовлю такой прекрасный старт и несмотря на то что вот это вот индийское мясо такое толстое здоровое я думаю они их тоже догонят но это мы увидим только через месяц сейчас высажу пока неделю они будут адаптироваться потом они только раз раз раскушают что там что-то вкусненькое и начнут употреблять все вот в этом видео я рассказала что я добавляю в лунку при высадке томатов но это в том случае если заранее ничего не было добавлено а если что-то у вас было например азот фосфор калий осенью добавлено то достаточно потом во время роста томатов делать какие-то добавки корректировки с помощью вот этого добавки микроэлементов общее комплексное удобрение уже добавлять не обязательно то же самое можно сказать при посадке баклажан и при посадке перцев эти же самые удобрения томаты перцы и баклажаны они ничем не отличаются